В такую унылую дождливую погоду жильцам домов на улице Мариса Терезы живется немножко ярче и светлее, потому что по пути на работу их встречают вот такие романтические картины. Девушки на них прекрасны, а цветы не вянут и не мерзнут. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Видимо, так и рассуждали авторы этих рисунков, когда расписывали стены дома. Их имен никто не знает, а вот легенда, связанная с рисунками, уже появилась. Как рассказывают местные жители, влюбленный самарец заказал эти картины у художника, чтобы сделать сюрприз девушке. Тот трудился под покровом ночи. А вот и сама героиня любовной истории. Местные жители идею оценили. Это очень красиво. Мне кажется, когда на это смотришь, как-то, ну не знаю, мир добрее, что ли, мы как-то становимся. Даже взять то же самое, что на московском шоссе разрисовали ко дню победы. Огромное вот это вот. Я думаю, что больше все-таки украшения на самом деле, потому что приятно глазу, интересно. Даже интересно, кто это сделал. С одной стороны, фасады стареньких пятиэтажек на Мариса Тереза только заиграли новыми красками. С другой, граффити на стенах домов, пусть даже талантливо сделанные, вне закона. Теперь, чтобы их сохранить, жильцы домов на общем собрании и в обязательном порядке должны согласовать рисунки с Департаментом строительства и архитектуры. Они теперь должны согласовать этот рисунок. Если он действительно хороший, соответствует, ничего плохого там нет. Это Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара, либо в каждом сейчас районе есть управление архитектурой. Надо начинать оттуда. Если жители не узаконят рисунки, управляющая компания должна будет их закрасить. Мариана Мирная, Григорий Плешаков. События.